уже прошло полтора года как мы живем в Таиланде и первый наш опыт вот с этим фруктом дуриан он называется был еще в Паттайе мы его попробовали и не смогли доесть то что купили а купили совсем чуть-чуть вот ну и подумали что наверное может быть он и хорош но мы его есть не будем короче полтора года прошло и сейчас сезон дурианов вот сейчас у нас что какой месяц июль да июль да и сейчас везде дурианы везде они в магазинах они в лавках они на рынке везде по дороге можно увидеть что продают дурианы и я заметила где-то недели две назад даже больше месяца назад что я прохожу мимо дуриана чувствую его запах мне ужасно хочется его поесть короче вот месяц мы ходили-ходили потом решили все-таки купить попробовали и поняли что это обалденная вкуснятина такая вкуснятина что это уже покупаем третий сейчас будем третий разделывать и есть в общем еще залезла в интернет прочитала про его полезные свойства и он еще показался более привлекательным короче теперь мы любим дурианы это признак того что мы совершенно уже здесь адаптировались и стали совершенными тайцами я так считаю потому что на самом деле мало из туристов кто любит дуриан он имеет совершенно такой неприятный запах можно представить так сладкая сливочная масса вкусная сладкая сливочная масса запахом лука в общем ужасно да пока мы сейчас вот этим уже третий запах становится меньше и меньше я практически уже его не чувствую и остается только прекрасный вкус в общем и влюблены в этот фрукт сейчас будем его делать держать я его долго не могу потому что он это очень колючий вот он дает короче силу дает иммунитет улучшает ну я там точно не помню все свойства можно приспособить в интернет дуриан он называется самый необычный экзотический фрукт